Возможности сокращений указывает на то, что все структуры организма появились в один момент и в полном составе. Данный факт окончательно разрушил теорию эволюции, согласно которой живые организмы развивались постепенно под воздействием очень тонких градаций и изменений. После того, как выяснилось, что предполагаемый Дарвином процесс естественного отбора не обладает никакой эволюционной силой, эволюционисты были вынуждены произвести коренные изменения в своей теории. Они сопоставили понятие естественного отбора с таким процессом, как мутация. Мутация — это изменение, образующееся в результате воздействия на организм живых существ внешних факторов, таких как радиация и химические вещества. Теория эволюции предполагает, что живые существа изменяются посредством мутации. На самом же деле мутация разрушает ДНК и способна нанести только вред живому существу. До сегодняшнего дня ни в самой природе, ни в лабораториях ученых не зарегистрировано ни одного случая положительного воздействия мутаций. С помощью мутаций невозможно приобретение животными новых органов, например, крыла рептилиями или глаза безглазым существом. Десятки лет эволюционисты работают над созданием новых видов животных. Они подвергают живые организмы воздействию радиации, но в результате получают лишь больные и неполноценные виды существ. Бесчисленные опыты, проведенные на фруктовых червях, показали, что мутация может быть разрушающей, а в ряде случаев даже губительной, но никак не созидательной. Мутации разрушают идеальный шифр ДНК и деформируют существо, превращая его в урод. Известный сторонник теории эволюции наших дней, профессор Ричард Долкинс, на вопрос о том, существует ли реальный пример создания генов мутационным или эволюционным путем, погрузился в глубокие раздумья, но так и не смог дать однозначного ответа. Все факты неоспоримо убеждают нас, что животный мир обладает сложной структурой, происхождение которой невозможно объяснить случайностью. Механические часы никак не могут собраться сами путем случайного соединения всех деталей. Налицо факт существования мастера, превосходно знающего свое дело. Точно так же животный мир не мог возникнуть по воле случая. У него есть свой Творец, который вывел все из небытия. Вселенная является продуктом идеального творения. Высший разум Создателя, его знания и мудрость проявляются во всех его творениях. Происхождение человека может служить доказательством чуда, которое всячески пытается скрыть теория эволюции. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Фассилий Согласно теории Дарвина, те животные произошли от одного предка. Происхождение же столь разных видов животных явилось результатом мелких изменений, следовавших одно за другим на протяжении длительного периода. Согласно теории Дарвина, которые, подвергаясь деформации в течение сотен миллионов лет преобразовались сначала в беспозвоночных морских животных, а потом и в рыб. Если бы это предположение было верным, то в истории должно было существовать так называемое промежуточное звено, которое бы связывало различные виды животных. Например, если бы рептилии действительно произошли от птиц, то в древности существовали бы миллионы животных, являвшихся полуптицами, полурептилиями. Эти животные должны были обладать неполноценными органами или несовершенными системами. Дарвин дал этим сказочным существам название «формы среднего перехода». Он знал, что для доказательства теории необходимо обнаружить останки этих промежуточных форм. В своей книге «Происхождение видов» исследователь подчеркнул следующее. Если моя теория верна, то в истории обязательно должно существовать бесчисленное количество промежуточных форм, связывающих виды друг с другом. Улики, свидетельствующие об их существовании, могут содержаться только среди останков древних животных. В то же время, Дарвин знал, что в списках ископаемых останков нет ни одного представителя мифических промежуточных видов. Поэтому он посвятил этой проблеме целый раздел своей книги, в котором затронул тревожащий его вопрос. Если и вправду одни виды произошли от других при помощи медленных преобразований, то почему же нам не встречается бесчисленное количество промежуточных форм? Бесчисленные промежуточные формы должны быть, но почему мы их не можем найти захороненными в земных слоях? Дарвин считал, что так называемые промежуточные формы обязательно будут обнаружены при более подробном изучении древних останков. Поэтому поддерживавшие его эволюционисты на протяжении 140 лет изучали геологические слои во всех уголках планеты в поисках столь необходимых останков. Эти поиски закончились огромным разочарованием. Промежуточные формы, которыми бредил Дарвин, продолжали оставаться плодом фантазии. Известный английский палеонтолог Дерек Эйджер, вопреки своим эволюционистским взглядам, признает. Наша проблема заключается в следующем. При тщательном исследовании останков, как на уровне классов, так и на уровне видов, перед нами постоянно встает один и тот же вопрос. Образование групп произошло не постепенно за счет изменений, а одномоментно. Самым древним слоем, в котором встречаются останки древних животных, является слой Кембрия, возраст которого колеблется в пределах от 530 до 500 миллионов лет. В слоях, предшествовавших Кембрию, не встречается никаких останков, кроме одноклеточных организмов. В кембрийский период одновременно появляются различные виды животных организмов, сильно отличающиеся друг от друга. В один миг появляются 30 отличных видов беспозвоночных, таких как медузы, улитки, трилобиты, морские звезды. Эти живые существа обладают телесной системой и сложными органами, настолько же сложными, как и системы кровообращения. К примеру, глаз трилобита является чудом творения, работающим при помощи системы двойной линзы, состоящей из сотни различных ячеек. Это появившийся на Земле первый глаз, который доказывает неправильность дарвиновского утверждения о развитии животных по пути от примитива к сложному. Кроме того, эта ячеистая форма глаза трилобита совсем не изменилась за 530 миллионов лет. Такая структура глаза имеется у стрекозы и у пчелы. Согласно теории эволюции, живые существа должны были произойти от других еще более примитивных животных. Таким образом, нет ни одного живого существа, возникшего до трилобитов и микроорганизмов кембрийского периода. Живые существа этого периода возникли одномоментно, не имея никакого общего предка. Самый известный сторонник теории эволюции, английский зоолог Ричард Далкинс, констатирует следующий факт. Живые существа кембрийского периода зародились в тот миг и в том состоянии, как будто и не было никакой эволюционной истории. Это обстоятельство делает теорию эволюции ошибочной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...